В Кануне в США состоялись промежуточные выборы. Напомню, переизбирается полный состав Палаты представителей, которую контролируют республиканцы, и треть Сената, большинство кресел которого у демократов. Кроме того, в 36 из 50 штатов выбирают губернаторов. Это важные выборы, ведь на кону контроль над Сенатом США. Уже много лет Вашингтон находится в политическом тупике и бездействии. Думаю, что если республиканцы получат большинство в Сенате, возможно, какие-то перемены, и президенту придется сотрудничать с Конгрессом. По последним сообщениям, республиканская партия США получила большинство в Сенате по результатам промежуточных выборов. Теперь оппозиция контролирует обе палаты американского парламента. Речь не обо мне или моем сопернике. Речь о правительстве, которому люди больше не доверяют исполнять даже самые необходимые задачи. Собственную безопасность, охрану границы, достойную и качественную помощь ветеранам. Правительство не может выполнять эти простые задачи потому, что сконцентрировалось на других вещах, которые вовсе не стоят никакого внимания. Главная интрига выборов. Смогут ли республиканцы получить большинство в Сенате? Ведь в Палате представителей оно у них и так уже есть. Аналитики просят крупное поражение демократам Обамы, довольных которым в стране становится все меньше. Его рейтинг сегодня находится в районе 40%. Так что даже его соратники по партии не спешили приглашать главу Белого дома участвовать в своих предвыборных митингах. Продолжение следует...